Всем привет! Привет, Сакс Чат! И те, кому интересна тема оттолинков и в основном покупки современных муштуков оттолинк. Расскажу, какие косяки бывают с вот этими винтажными линками и самое главное, на что обращать внимание при покупке современных линков. Много чего изменилось за последние годы. И Джей Джей Бэббит, это текущий владелец торговой марки оттолинк, стал выпускать много новых муштуков. Но, как выясняется, судя по картинкам, что-то у них, они наступают на одни и те же грабли. Вот, сначала чуть-чуть истории. У Тео Уэйна на его сайте есть очень хорошая статья по винтажным линкам. Рекомендую всем почитать. Детально разбираться не будем, но, тем не менее. Статью легко найти. Просто в поисковике вбивайте. Тео Уэйн оттолинк. И вам выпадет ссылка прямо на эту страничку. Здесь краткая история. Но, в общем и целом, следует сказать, что металлические муштуки оттолинк стали популярными. Ну, потому что это были первые металлические муштуки, которые можно было легко купить. Они были доступны, производились в Нью-Йорке. И очень хорошая была реклама. На коробочках оттолинк писали и до сих пор пишут, что металлические муштуки изготовлены из так называемого Bell Metal. Пуристы говорят, что это колокольная бронза. На самом деле, конечно, есть другое значение этого перевода. Bell Metal – это просто тот же материал, из которого сделан сам саксофон. Чисто маркетинговый ход. Муштуки латунные. И имелось в виду, что будет круто, если муштук будет сделан из такого же материала, из которого сделан саксофон. Значит, смотрите. Первые линки стали производить в 30-м году. И, кстати, вот линки Франк Майер оказываются давно знакомы. Да, в 30-м году стали производить первые линки. И вот на этих линках стали играть. Здесь есть такая схема, которая позволит вам идентифицировать винтажный линк. По схеме мы не будем ходить сегодня. Здесь, почитайте сами, это старые линки, мастер линк, 4 звезды модель, и тон мастер винтажные. Это такие муштуки, которые стоят очень-очень дорого. И самое главное, все они имеют очень маленькую пасть. 4, 5, крайне редко семерочки, восьмерочки. Здесь вот написано, что очень редко вот линк делал пасти 7 и 8. Тем не менее, у всех этих муштуков была очень длинная рабочая часть. И для маленькой пасти это необходимо. А для пасти 7 и 8 эта длинная рабочая часть только мешала. большинство муштуков, которые сегодня можно купить, они уже рефейснуты. Вот эти вот старые модели, мастер линк, 4 звезды и тон мастер, они рефейснуты, в основном открыты до большой пасти. И, конечно, вот эта вот часть, вот этот бафл у них уже изменен. Поэтому какой-то исторической ценности такие муштуки не имеют. Это просто большие, большекамерные муштуки. Винтажные, большекамерные муштуки. Но по поводу модели тон мастер. Здесь есть одна очень прикольная деталь. Джон Колтрейн играл не на Флорида, USA, как многие считают. Он играл на оттолинг тон мастер и номер 6. И он туда приколхозил мост. Ребята в то время любили там экспериментировать, лепили жвачку внутрь муштуков. И вот он налепил туда мост из какого-то материала и стал звучать ярче. Здесь вот очень серьезный список музыкантов, которые играли на муштуке оттолинг тон мастер. И Джей Джей Бэббит по запросам общественности стали снова выпускать муштуки тон мастер. Только они отличаются от винтажных. Нас интересует модель, которая называется супер тон мастер. Супер тон мастеры извиняюсь, появились в 50-х годах. И современные муштуки оттолинг супер тон мастер, они являются прямыми потомками вот этой модели. На самом деле, чего бы там на них не писали, типа супер тон мастер Нью-Йорк или там просто Нью-Йорк, это все на самом деле деривативы супер тон мастеров. Первые муштуки супер тон мастер отличались от старых моделей тон мастер тем, что у них был чуть больше бафл. Вот эта вот часть бафл по-русски, кстати, называют мост. Но в российской тусовке саксофановой народ стал различать бафл и мост. Потому что есть муштуки, у которых как бы там этих бафла два. Но мы этого делать не будем, мы называем бафлом то, что у Тео Вейна в этой статье нарисовано вот на этой схеме. Вот эта вот часть сразу после передней рельсы это и есть бафл. А дальше начинается потолок камеры уже. И вот эта вот камера. Муштуки Отто Линк там супер тон мастер, тон мастер это муштуки с большой камерой. Это значит, что диаметр вот этой камеры больше диаметра хвостовика. Если эти диаметры равны, то эти муштуки называются муштуки со средней камерой. Они ярче. Есть еще муштуки с маленькой камерой, у которых диаметр камеры меньше, чем диаметр хвостовика. Честно говоря, для тенора саксофона я никогда таких не видел, но наверное, бывают. За ваши деньги любой каприз мастер изготовит. так вот, супер тон мастеры, которые появились в 50-х годах, они имели чуть больший бафл вот этот, чем тон мастеры. Они были чуть-чуть ярче, но на самом деле это те же яйца, только в профиль. изготавливалась эта штука из двух половинок, которые спаивались. Отливали там две половинки отдельно и потом спаивали их, насколько я понимаю, на серебро. А сам фейс, вот этот, он естественно делался уже после, вручную. Все мудштуки того периода, так как это ручная работа, они все были разными и далеко не все были одинаково хороши, поэтому надо внимательнее быть. Бывали мудштуки удачнее, бывали мудштуки менее удачные. 55-й год производство переехало из Нью-Йорка в Пампана-Бич, штат Флорида. Мудштуки, которые выпускали в этот период, это та же самая модель Супертон-Мастер, но в народе они называются Флорида. Не все Флориды хороши. На самом деле легенда о том, что Линк это прям супер-мудштук, легенда мудштука строения для тенор-саксофона возникла благодаря модели, которая называется Супертон-Мастер Флорида USA. Так вот, во время этого периода плавненько-плавненько менялась конструкция внутренности мудштука. Это по-прежнему большекамерный мудштук, но вот этот бафл, он становился, он менялся по форме, он становился чуть больше, чуть выше, и мудштуки становились чуть ярче. Здесь вот видно по блику, что бафл маленький-маленький, ты видишь бафл, а он есть. По сути, эти вот мудштуки мало отличались от тон-мастеров, которые выпускались в Нью-Йорке. Ну, чуть поярче может быть были, но это не точно. Да. И вот он мудштук, который есть у меня, на котором я играю, Флорида No USA. Их выпускали буквально 2-3 года. Эти мудштуки имели чуть больший бафл, чем у предыдущих Супертон-мастеров. И эти мудштуки очень сильно отличались друг от друга. Вот так как это все ручная работа, мастер на одном мудштуке сделал бафл побольше, а на другом поменьше. И в итоге они сильно-сильно разные были. Как повезет. А выбирать в России у нас возможности нет. Поэтому если уж вам нужен винтаж, вы берете то, что есть, грубо говоря. На фотографии на этой прям бафл вообще очень большой по сравнению с тем, который на моем штуке. здесь здесь тоже прям ну очень большой. У меня намного меньше. У меня вот такой. Видно, что вот она передняя рельса. И тут практически нет никакого бафла. Сразу начинается плавный скос к потолку камеры. А вот у этого мудштука это тот же мудштук. Но тем не менее здесь бафл довольно большой, длинный. И этот мудштук будет ярче, чем вот этот. самый важный период в производстве мудштуков этих начинается в 67 году в Florida USA. Вот на этих мудштуках бафл стали делать вот уже его видно. Он большой, довольно плоский такой и дальше плавный переход в потолок камеры. На всех Florida USA будет довольно большой вот этот бафл. Вот он здесь виден тоже. Так вот современные супертон мастеры являются потомком вот этого дизайна. И именно вот эти мудштуки винтажные от Алинк все любят. Вот легенда о том, что Алинк это прям мудштук мудштуков для тенора саксофона пошла именно от этих мудштуков. А не от предыдущих Florida No USA там тон мастеров и всех остальных. Но Джон Колтер не мог играть на этом мудштуке, потому что он умер в 67 году. А эти мудштуки начали выпускать примерно в 67 точные даты неизвестны. Как их отличить друг от друга? Ну, вот для этого вам понадобится та табличка, то генеалогическое дерево, по которому вы можете идентифицировать эти мудштуки. Компьютер у меня старенький, поэтому он такие окошки выдает. Так вот, вот эти вот Florida USA, кстати, Декстер Гордон очень большое количество известных записей сделал на таком мудштуке, потому что его дюков Голливуд, это опять народное название, стащили по-моему в 60-м что-ли году в аэропорту Франции, в аэропорту по-моему Шарль де Голь вместе с его саксофоном Кон по-моему 30-м. Все говорят, что Декстер Гордон, вот это дюков Голливуд, на самом деле очень мало записей доступно, где он играет на таком мудштуке, ну и есть видео, где он играет на вот этом Кон старом и на мудштуке Боб Дюков, но большинство записей он сделал на Селмере и на Линке Флориды USA, который в народе называется. Производство продолжалось до там 73-го по-моему года, да, потому что бизнес опять был продан текущему владельцу компании, Джей Джей Бэбит купил, он перевез производство в город Элхард, штат Индиана, кто играет на старых американских саксофонах, смотрите гравировки, этот город вам должен быть хорошо знаком. Ну и он начал удешевлять потихоньку производство, в итоге качество начало потихоньку снижаться, но это долгий процесс. Эти саксофонах, мудштуки называют Эрли Бабит, ну про них кто что-то не говорит, кто-то говорит, что они такие же хорошие, как Флорида и USA, кто-то говорит, что они чуть похуже. Я смотрел много видео рефейсеров, моджа там на ютуб видосы выкладывал. Честно говоря, так как все это ручная работа, качество очень сильно зависит от настроения мастера, который делал фейс на этом штуке, и поэтому вы можете нарваться и на идеальный Эрли Бабит, а можете нарваться на очень плохой Флоридан USA или Но USA. Но современные Супертон мастеры не сильно изменились со времен вот этого Эрли Бабит периода или Флорида USA. Они все являются как бы потомками этого дизайна. Так вот, вот этот мундштук это Флорида Но USA. Идентифицируется очень просто, выглядит как обычный STM современный STM выглядит точно так же у них вот этот хвостовик имеет вот такую форму не очень изящная вот эта часть 2 2 проточки вот здесь здесь надпись супертон мастер шрифт не сильно изменился с тех пор да но с обратной стороны нет штампика США и здесь тоже ничего не написано размер пасти вот 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 выштамповался у меня 80 звездочек и это оригинальный фейс шрифт менялся вот этот в разные периоды по нему тоже идентифицируют на современных линках вот здесь пишут размер пасти большой такой циферкой и это один из признаков что линк который вы видите это современный супертон мастер никакой не винтажный часто ребята хотят продать подороже современные ему штуки говорят да это винтаж там все куплен там в 80 годах у негра там у какого-то там на олимпиаде московской не верьте короче смотрите ту табличку и идентифицируйте ему штуки правильно так вот это Florida No USA 65 по 67 год и как раз тот случай когда у него вообще практически нет никакого бафла вот передняя рельса вот она и здесь практически сразу начинается камера вот она тут немножко блик виден муштук очень старый это все счистить уже невозможно это надо я не знаю дремелем полировать но я что-то не парюсь муштук сделан из двух половинок и здесь видно вот он вот этот след это вот как раз место где соединяются две половинки и они спаяны вместе это видно на всех линках вот этот след две половинки просто взяли и спаяли на какой-то твердый припой наверное на серебро раньше да они золоченые эти муштуки это настоящее золото но золото не прилипает к латуне это латунный муштук поэтому нужна грунтовка вот в качестве грунтовки сначала использовали серебро потом стали использовать никель дешевле тверже не так быстро стирается вот ну а золото уже поверх никеля или поверх серебра напыляют но мой муштук уже белый все золото с него слезло в процессе эксплуатации видны вот такие следы что-то коррозия какая-то или что-то такое не знаю в общем на муштуке до меня очень плотно и очень много играли ну и я на нем в общем играю там уже ну и я думаю что почти лет 10 да вот не самый удачный представитель этого периода мудштук строения по словам товарища ПСВ Сергей Плотцев со старого форума ПСВ у него был ник у него это я эту мудштук получил от него купил у друга но пересылали через ПСВ и он в тот же в то же время продавал такой же точно мудштук но он говорил что вот его мудштук который он продает намного лучше чем вот этот еще раз вспоминаем ту картинку вот этот вот бафл которого здесь практически нет он может быть разный на этих мудштуках если он есть побольше то мудштук будет поярче чего с этими мудштуками может быть не так ну во первых бывает фейс кривой судя по видео моджа ему периодически приходится его исправлять вот а так в целом это обычный большекамерный мудштук чудес от него ожидать не стоит он дает очень темный звук но так как у него есть бафл очень маленький но очень высокий если в него вдуть он становится супер ярким но если но постоянно вдувать так вы в него не сможете то есть думать что на нем можно играть какую-то современную попсу smooth джаз ну это довольно наивная мысль это очень темный мудштук не очень громкий не очень громко на нем играть будет трудно но очень приятный хороший теплый звук кому нравится винтажная музыка то тут в общем это хороший выбор если не одно но такие мудштуки стоят сотни долларов цена там до тысячи уже доходит и честно говоря покупать сегодня особенно в России особенно при таком курсе доллара такие мудштуки занятия ну если вы прям хотите исторической ценности то конечно да можете гоняться за ними но честно говоря 70 80 90 тысяч рублей платить за мудштук это очень странная идея тем более что так как народ ну когда производство купил джейджей бабе качество стало снижаться в 80 годах народ начал гоняться за винтажными мудштуками и естественно их цена начала расти ну их там в нулевых годах появилась куча мастеров которые делали свои версии этих мудштуков я заказал одному мастеру такому мудштук мастера зовут Сакшама Колоски сейчас у него больше моделей а тогда у него моделей было несколько и вот эта модель называется Сакшама Флорида выглядит похоже не из половинок это литье прямо целиком отливается и дальше здесь все это делается внутренности да но это вольная вариация на тему линков довольно много моделей выпускается которые не являются точными копиями вот этого а являются какими-то вольными вариациями значит во-первых это мудштук со средней камерой диаметр вот этой камеры такой же точно как диаметр хвостовика внутренний так что это мудштук со средней камерой он ярче сразу дальше посмотрите я постараюсь блик смотрите видите какой длинный длинный вот этот бафл он плоский он длинный и дальше здесь начинается плавненький переход в потолок самой камеры за счет того что у него бафл вот этот длинный такой он тоже яркий то есть это очень яркий мудштук я на нем играл несколько лет клевый мудштук но 7 со звездой пасть я заказал 7 со звездой а теперь я играю на 8 со звездой поэтому на этом мудштуке я уже давно не играю но это приятное во всех отношениях мудштук яркий их можем попсу даже играть вот еще раз бафл длинный длинный на современных линках вот этот бафл имеет такую же точную конфигурацию только он раза в два меньше вот здесь где-то начинается переход в потолок камеры но так как это мастеровой мудштук внутри здесь все сделано прямо очень аккуратно он полированный внутри весь камера полирована хвостовик все полировано бафл полированный все вообще ровненько все симметричненько все не прикопаешься сделан из бронзы без покрытия мудштуков да ну и стоил он там что-то 350 долларов по-моему вот прям я ему заказал сделай мне мудштук он мне сделал через месяц этот мудштук пришлось правда ему напоминать постоянно что он обещал мне сделать мудштук после того как я ему бабки переслал вот но он был занятой очень мастер он крутой рефейсер еще что он там мне писал да-да чувак чувак там до твоего мудштука у меня еще там очередь целая вот но да в общем очень много вариаций на тему линков если вы прям хотите точную копию то смотрите на внутреннюю конструкцию потому что много кто делает мудштуки со средней камерой то есть они типа как бы вариация линка но поярче дальше машинки значит вот есть современная машинка это машинка от современного линка супертон мастера я много играл на обычном современном супертон мастере несколько лет блин эта машинка короче с ней в общем ряд нюансов есть нюанс следующий значит смотри вот этот винтик с помощью которого мы прижимаем трость он туда просто запрессован ну то есть вот он так заклепан туда вы его выкрутить не можете со временем при эксплуатации и со временем при эксплуатации вот эта площадка эта площадка начинает опускаться все ниже и ниже то есть вы трость прижимаете и вот это давление трость вот это сила съедает резьбу вот там вот под этой площадочкой И площадочка начинает уходить все ниже и ниже, и этот винтик начинает торчать. В итоге со временем у вас трость прижимается не вот этой площадкой, а просто тупо вот этим винтиком. И на тростье остается прям большой-большой, хорошо заметный след. Это, конечно, выглядит очень странно. Ну и, конечно, о каком прижиме трости может идти речь, когда он у вас прижимается только этим винтиком. Дальше. Идея такая была. Вот эта вот площадочка сама, сейчас я попробую показать вам. Видите, вот здесь вот есть такая впадинка. Ну, это как вот керном сюда ударили, да, и с другой стороны должна быть такая выпуклость ответная. И она как бы есть. Вот ты видишь там выпуклость? Вот она есть. Как бы. Но на самом деле она настолько маленькая, что она никак не работает. Идея-то была в том, что четыре точки и четырьмя точками прижимается трость. Но это нифига не работает на современных машинках. И, видимо, на старых тоже. Потому что точки прям, ну, очень маленькие вот эти, выпуклость. А винтик постоянно торчит. Вот. И когда у вас машинка новая, она прижимает трость с помощью вот этих боковых граней своих. А потом с помощью уже винта. Ничего с этим поделать невозможно. Они все такие. По поводу размеров. Машинка от современного Линка на винтажную Флориду не лезет. Винтажная Флорида просто шире, толще. Ее одеть-то можно туда, в принципе. Засадить ее там. Тут вот есть такой, кстати, тоже не все замечают. Такая вот стрелочка. Это вот вперед. Потому что машинка-то понятно, что она не симметричная. Она конусом. Так вот, надеть-то ее можно. Если постараться, там она немножко разгибается. Но только проблема в том, что пределов регулировки практически не остается. Вот, скрутить-то можно, но она на половоротик и трость прижимается. Поэтому, да, а винтажные муштуки вы чаще всего купите без машинок. Потому что в машинке такая конструкция, понятно, что вряд ли она долго проживет. Вот. Так что, самые лучшие машинки для линков, для всех, это Selmer 404. Их перестали выпускать несколько лет назад. Но в магазинах их полным-полно. Вы можете их купить. Все еще стоит, наверное, тысячи три я покупал. Но сейчас, наверное, уже дороже. Selmer 404. Многие используют, многие играют. С ней есть пара нюансов. Так как у муштука горб, вот этот вот верхний, а у машинки-то ее нет, на муштуках-то Selmer горба нет. Вы когда ее новую возьмете и оденете вот так сюда, она у вас как-то будет коряво сидеть. Ничего страшного, ставите трость туда, аккуратненько подтягиваете винтами без больших усилий. Потом берете трость и просто вот так вот этой части трости подгибаете эту машинку так, чтобы она здесь вот приняла форму трости. С верхней этой частью ничего делать не надо. Когда вы здесь подогнете, она у вас нормально сама выровняется. И всегда будут ровненько сидеть. Так что берем вот эти машинки Selmer 404. Отлично работают. И стоят недорого. Да. Это вторая у меня такая машинка. Вот первая, ну она уже, ей хана, потому что у нее сначала ухо отвалилось, его припаяли, потом у этого уха, значит, съелась полностью резьба. Я несколько, ну пару лет на один винтик вообще ее закручивал, потом и это ухо отвалилось, его обратно припаяли на серебро. Все основательно у нас есть мастер в городе, Игорь Михайлов, привет. Но потом резьба и здесь сорвалась, и поэтому пришлось купить машинку новую. Все, теперь этой машинке сноса не будет, я думаю, надолго. Теперь перейдем, теперь пара моментов о современных линках. Да, по поводу качества. Теперь будем о качестве говорить. Значит, смотрите, современные линки, у нас их было какое-то количество разных современных линков, и у них у всех была плюс-минус одна и та же проблема. Вот давайте сейчас пока камеру не переключил, посмотрим на Отто Линк Тон Эдж. Это обычный серийный, никакой не винтажный эбонитовый мудштук. Прямо вот эта надпись написана, сейчас они делают надпись вот так вот делают, называют винтаж сленд, и это типа круто, и это вообще другой мудштук, там все хорошо. А здесь, посмотрите внимательно на симметрию вот этого бафла, посмотрите внимательно. То есть, как это, как, 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 как это можно сделать? Это, понимаете, если бы это единичный был случай, ну окей, хорошо бракованный мудштук. Видно, да, что вот здесь намного больше, чем вот здесь, то есть он весь смещен вправо, этот бафл. Но вот такой косяк я видел несколько мудштуков разных периодов, разных годов, да, с разной пастью, и у них у всех был этот косяк. Более того, Боба Рейнольдс, который играет вот на таком мудштуке, много, ну, с колледжа он играет, а ему там 40-50 лет, Боба Рейнольдсу сейчас. И только сейчас у него там он что-то другое выбрал, потому что у него эбонитовый мудштук уже перестал играть. И там вот этот же косяк был. То есть вот это вот, вот качество Джей Джей Бэббит, серийное производство. И на металлических линках такая же проблема с бафлом, только он в другую сторону загмот. На металлических линках часы пробили 5 часов утра, ну у нас традиция ночью видосы записывать. Короче, кривой бафл, мудштук клевый, шестерочка, играет нормально. Современные тонеджи, которые раньше назывались нью винтедж, а сейчас они просто называются винтедж. Это вообще другой мудштук. Там очень плавненький такой roll-over baffle, прям начинается отсюда плавненький переход. Там все симметрично, все полировано. Идеальный мудштук. У меня был такой, семь со звездой был опасен. Блин, я его поменял на сопрановый мудштук, но современные вот эти вот, типа нью винтедж тонедж, это другой мудштук. Там вот такого порнографии, вот такой нету. А на серийных до, ну условно говоря, там десятых годов, когда они эту серию с пафосом запустили, вот такой косяк будет. На эбонитовых и такой же косяк будет, похожий косяк будет на металлических. По поводу машинок, машинки ломаются, но на вот эти линки эбонитовые, как родные подходят машинки от Yamaha C. Yamaha 4C кладут там в саксофоны ученический мудштук, машинка вообще подходит один в один. Размер одинаковый. Так, посмотрим на мудштуки современные. Вот это Otolink Superton Master, семь со звездой, мой мудштук. Я его продал давным-давно. Одно время он у меня был вместе с Флоридой No USA. Я их сравнивал даже. Значит, смотрите. Один и тот же косяк. Да, ну и, то есть, так же точно они делаются литьем из двух половинок. Судя по всему, долгое время на заводе использовались бракованные формы для литья. Потому что половинки вот эти, левая и правая, они просто не симметричны, они не одинаковы. И это все переходило в один и тот же косяк, который виден даже на тех мудштуках новых, которые сейчас лежат в магазинах. Я вам покажу сейчас несколько фотографий с этим косяком. Вот посмотрите на эту фотографию. Нас интересует вот эта часть. Обратите внимание, видите, несимметричный вот этот баффл. Здесь он длиннее, чем здесь. Вот этот косяк встречается на большом количестве оттолинков, ну, начиная там с 80-х годов и поныне. То есть, форма для литья, ну, корявая форма для литья. Также видно, что вот здесь материала больше, чем вот здесь. Это будет видно еще на других фотографиях. Но вот этот вот, запомните, вот этот косяк. Несимметричный баффл. Видно, что он плоский. Здесь он переходит в потолок камеры. Все, как мы говорили раньше. Все, как на Эрли Баббит или на Флорида-Юсей. Это все один дизайн. Но здесь вот кривое исполнение. Ну, кажется, что страшного. Да, можно было бы ведь сточить вот эту часть-то. С той-то стороны металла достаточно. Можно было бы сточить и все. И нормально бы все было. Но это же дополнительные человека часы. И, видимо, Джей Джей Баббит решил, да, и так сойдет. Как бы нормально. Пускай народ купит все равно. Легенда есть легенда. Ну, и в итоге вот эти косяки присутствуют и встречаются. Давайте посмотрим еще с другого угла. То же самое. Видно, что здесь есть такая асимметрия. Ну, и тут вот видно, что здесь материала больше, чем здесь. Здесь начинается такое углубление. То есть, камера-то большая. Поэтому здесь материал выбран так аккуратненько. Но вот эта выборка начинается здесь позже, чем здесь. Вот такой косяк. То же самое, да. Тоже видно, что несимметрично. Несимметрично с правой стороны, если вы будете смотреть с этого, со стороны стола. Баффл будет длиннее, чем с левой. Вот. Ну, и разная ширина рельса. Это как бы обычное дело. Второй косяк, который встречается на большинстве линков, опять же, связан с разницей формы для литья, левой и правой половинки. Если пальчик засунуть вот сюда, вот где, пардон, где я мышкой показываю, то здесь будет, вот с этой стороны будет такой горбик, короче. А с этой стороны такая проточка как будто. Несимметричная вот эта вот пол камеры этой. Ну, опять ничего не поделаешь. А, извиняюсь. Вот. Такой косяк связанный с тем, что формы для литья у них такие. Опять можно было бы вытеснять материал-то здесь, все ровненько сделать. Но они просто не особо парились с этим. Видно, что тут здесь полированная часть бафута, а тут уже видно, что нет. А, и не надо там полировать, видимо, они так считали. Вот. Ну, теперь другие фотографии посмотрим. Вот объявление обычное. Продается мудштук для саксофона от Alink 8. Это современный супертон-мастер. Вот цена на Авито. Это хороший мудштук, не надо думать, что это какой-то плохой мудштук, там, или что-то с ним не так. Но это не мой мудштук, да. Что мы здесь видим? Тот же самый дефект. Абсолютно. С этой стороны бафл длиннее, чем с этой. И опять тут все не полировано. И опять вот здесь вот как раз та асимметрия, о которой я говорил. Вот два косяка. Есть еще третий. Мы к нему чуть позже придем. Также у них не полируется хвостовик. Ну, то есть тут вот прям следы. Это что такое, фреза или что-то такое, я не знаю. Ну, так как это литье, они все равно как-то должны были обрабатывать эту поверхность. Ну, грубо все сделано. Я не думаю, что это большая проблема. Ну, пробку будут царапать. Все равно смазку используйте, когда пробку одевайте. Все будет хорошо. Современные супертон-мастеры. Размер пасти маркируется вот здесь. Здесь надпись USA. Две проточки. Так же точно. Вот. И по бокам нет никаких серийных номеров. Ни здесь, ни здесь. Это обычный современный супертон-мастер. Так. Следующий косячок. Ну, давайте посмотрим на магазин. Вот магазин. Вот стоимость в наличии. Это обычный современный мультштук. Только это, по-моему, Нью-Йорк. Да. Отто Линк. Нью-Йорк. Номер шесть. Металлический. Идея была такая. В... Ну, лет 10-15 назад Отто Линк решили взяться за ум и запустить новую серию мультштуков. Они называли ее тогда Нью-Винтедж. Теперь они называются просто Винтедж. Эти мультштуки. На самом деле, они всех запутали этим. Потому что потом они все переименовали в очередной раз. Но вот этот мультштук как раз из вот этой серии Нью-Винтедж. Такие мультштуки в руках у нас тоже были. Ну, сказать, что прямо они на 100 долларов дороже стоили, чем обычные мультштуки, не знаю, не знаю. Нью-Йорк. Длиннее, чем обычный Супертон Мастер. Камера у него больше. Немножко по объему. Вот. Но косяки, опять же, все те же самые. Асимметрия Баффла. И я хочу вам показать еще одну. Один нюансик. Давайте посмотрим внимательно на переднюю часть вот эту. Видите? Здесь вот эта часть короче, чем вот здесь. Кажется, что по законам перспективы должно-то быть наоборот. Он с такого ракурса сфоткан, что вот эта линия должна идти вот сюда и куда-то сюда приходить, да. И вот эта линия тоже, она должна вот куда-то сюда приходить по законам перспективы. Но она что-то как-то странно выглядит, да. На самом деле, просто вот эта площадка, она сделана криво. Вот эта штука, она сделана криво. Пардон, муа, компьютер устает. Такое бывает. Криво сделана площадка, но и эта вот штука тоже на самом деле кривая. То есть тут криво. И вот эта вот передняя там рельса, там Баффл еще асимметричный, еще и эта штука коряво сделана. На мутсуках Нью Винтедж, вот здесь Нью-Йорк, штамповалась. Ну, а фейс там же, там же, где и обычно. Машинки никак не менялись. Также вот эта вот пипка здесь, которая заклепана туда, она также точно начинает выпирать через пару лет эксплуатации. Также точно этих точек не видно. Короче, машинки мало изменились. Также здесь не очень хорошо обработана внутренняя часть. Здесь же сзади размер пасти. Но на моделях Нью Винтедж какое-то время с другой стороны, не с этой, а вот с другой, штамповали серийный номер. Уникальный серийный номер. Типа это круто. Но на качестве это не сильно отражалось. По поводу симметрии Баффла. Ну, тут, честно говоря, каких-то выводов делать нельзя. У Нью-Йорка Баффл в принципе короче, чем у обычного Супертон Мастера. Но его конструкция примерно такая же, как у СТМ. Просто он короче. И мультштук вообще-то темнее. Вот. Но тут видно, что, наверное, тоже он как будто бы немножко не симметричен. Но это Нью-Йорк. На СТМах он точно будет не симметричен. Фотки, которые мы раньше смотрели, это был Супертон Мастер обычный. Вот такой косяк. И теперь давайте попробуем зайти на сайт JJ Bebitt. Сайт JJ Bebitt по каким-то причинам не открывается в России. Зашли на сайт JJ Bebitt. Здесь есть наши продукты. И вот серия мультштуков, которые они предлагают. Обратим внимание, чего они предлагают. Отто Линк Винтедж. Это то, что раньше называлось Нью-Винтедж. Теперь это просто Винтедж. Отто Линк Тон Эдж. Это обычный современный серийный Тон Эдж. Но только еще раз. Вспоминаем, да. Я показывал вот этот Тон Эдж. Теперь Тон Эдж совсем другой. Теперь это нормальный мультштук. У которого здесь, в этой части, все хорошо. Плавный. Вообще приятный мультштук. Все плавненько. Все симметрично. Все прекрасно. Есть Тон Эдж Эрли Баббит. Ну, это по запросу общественности. Они вот стали делать винтажную, завинтаженную версию Тон Эджа. Ну, честно говоря, в руках не держал. Этот у меня был. Раньше он назывался Нью-Винтедж. Теперь это просто все Тон Эджи такие. Этот не держал в руках. Отто Линк Флорида. Это новая модель. Они ее с 19-го года, по-моему, делают. Отто Линк Нью-Йорк. Это вообще другая мультштук. Это не то, что мы сейчас на фотографиях смотрели. Они всех запутали. Это мультштук, который сделан по мотивам Тон Мастера. И на ней написано Тон Мастер на нем. А не Супер Тон Мастер. Вообще другая модель. Ну, это обычный современный СТМ. Давайте с современного СТМ начнем. Ну, вот он, современный Супер Тон Мастер. Давайте картинку посмотрим. Что-то не смотрится картинка, не увеличивается. Ну, окей. Вот так увеличим. Все как обычно. Это обычный СТМ. Выглядит как обычный СТМ. Здесь у него Супер Тон Мастер. С обратной стороны вот там будет фейсинг. Никаких серийных номеров на нем нет. Это обычный СТМ. Есть ли в нем какие-то проблемы с асимметрией? Да, есть. Скорее всего, будет та же проблема с кривым бафлом там и с вот этими всеми нюансиками. Сейчас, что-то приоткроем диафрагму немножко. Вот так вот. Да. Скорее всего, есть. По этой фотографии судить трудно, кроме одного момента. Опять же, смотрите, с какого ракурса он сфотографирован. Ну, то есть, вот эта линия, вот эта вот, она опять идет неправильно. По законам перспективы она должна уходить под другим углом. И здесь то же самое. То есть, вот эта вот площадка опять сделана криво. Если на нее смотреть сверху, она будет просто кривой. Это будет заметно. Короче, СТМ и есть СТМ современный. Ничего особенного. Ну, и стандартное описание. Да, там все это классика там и так далее и тому подобное, да. Давайте посмотрим. Нью-Йорк. Это уже интересно. На этом самом штуке написано не супер тонмастер, а просто тонмастер. Хвостовик короткий. И вот эта вот часть от этого кольца тоже короткая. Это мучшлук, который сделан по мотивам тонмастер. Старого мучшлука до переезда, до продажи бизнеса. И у него должен быть очень короткий бафл. Примерно такой же, как вот на этом винтажном Florida No USA. Вот примерно то же самое будет видно. На самом деле, судя по фотографиям из магазинов, опять же, там судить трудно. Но мы видели сейчас такую фотографию. Коротенький, коротенький. Но все-таки больше, чем здесь, на No USA. Тем не менее, все равно это большекамерный мучшлук. Камера у него будет больше, чем у современного супер тонмастера. Вот эта штука тоже отличается. Тут больше места. Ну и, судя по всему, здесь уже все симметрично. Походу этот мучшлук сделан получше. На нем фейсинг вот здесь сбоку. Размер пасти. Ну, а если там серийные номера, я не уверен. Тут потому, что они вообще никаких фотографий нам не дают. Ну, написано только, что этот мучшлук сделан по мотивам старого-старого мучштука с более темным звуком и так далее и тому подобное. Посмотрим на новый мучшлук от Alink Florida. Ну, вот Florida. Здесь они хотя бы фоточку внутренностей нам приложили. Тоже она не увеличивается, но мы вот так увеличим. И здесь мы видим следующие штуки. Во-первых, здесь на хвостовике нарисована FL Florida. Легко очень будет его отличить. Хвостовик сам выглядит так же, как на обычном SuperTone Master. А он выглядит одинаково, начиная с переда всех Florida. Вот так же. Две эти проточки, да, тоже на таком расстоянии примерно. Серийный номер. Индивидуальный для каждого мучштука. Вот. Ну и Face на обратной стороне вот здесь. Смотрим сюда. И видим, что вот на этой фотографии, по крайней мере, баффл, судя по всему, симметричный. Судя по всему, эти мучшуки они делают хорошо. Он длинный. Довольно. Здесь переход в камеру идет, в потолок камеры. Вот довольно длинный баффл. То есть, это Florida USA. Вариант Florida USA. Вот. Колпачок, который может показать, что он металлический. На самом деле, это просто пластик покрашенный. Вот. Ну, а машинка, она обычная. Такая же точно, со всеми косяками. С этим винтиком корявым, там, который торчит. Ну, в общем, все, все как обычно. Вот. Таких мучштуков на вторичке пока не очень много в России. Ну, потому что модель, как написано, где-то я читал в девятнадцатом году, что ли, сделали. Да. По-моему, не на этом сайте. Ну, короче, это новая модель, и они что-то стали ее выпускать не так давно. Отто Линк Винтедж посмотрим. Да. Вот этот вот. Это то, что мы смотрели на Авито. То, что раньше называлось серия New Vintage, теперь она называется просто Vintage USA. Короткий вот этот хвостовик. Здесь вот серийный номер индивидуальный. Ну, а с обратной стороны там будет размер пасти. И бафл здесь аккуратнее сделан. Видно. Насколько он симметричный, судить трудно. Но что видно сразу, что здесь вот нет этой порнографии страшной. Тоненькие-тоненькие стеночки. Может, конечно, они так сфоткали. Может, это специально для фотосессии хорошо сделанный муштук. Но очень тонкие рельсы. По сравнению с серийным СТМ, рельсы тонкие. И передняя рельса тоже очень тонкая. Передняя рельса тонкая. Так что, современная New Vintage вполне возможно, ну, не знаю. Стоят они, наверное, как танк. А это вот современный тон-эдж, про который я говорил. Они теперь пишут под углом вот эту надпись. Такие муштуки винтажные назывались Slant Signature. Но вот они теперь вернулись к такой фишке. И эти муштуки, вот такой муштук у меня был. И он был очень аккуратно сделан внутри. Все хорошо, все симметрично. Все прекрасно. Так что, современные супер-тон-мастеры такие же, какими они и были раньше. Ну, а вот всякие такие штуки, типа Флорид, там, может быть, сделаны аккуратнее. Но надо, значит, держать ухо востро. Потому что, кто его знает, это вот Джей Джей Бэббит. Ну, и теперь вкратце. Смотрите. Фишка вот в чем с этими линками. Вся эта легенда о том, что... Вся эта легенда о том, что линк – это прям король тенажовых муштуков, она имеет под собой основание. Потому что много народу играли на таких муштуках, когда особо выбора не было. И вот за такими винтажными муштуками народ до сих пор гоняется. Но, с другой стороны, есть такая смешная пословица. Много других фирм делают линки лучше, чем Джей Джей Бэббит. Вандоран В-16 – лучший линк, чем Отто Линк. Ну, и всякие вот такие приколы. И они, на самом деле, часто бывают правдивыми. Сакшама Флориды сделана очень аккуратно. Да, и она, конечно, очень яркая. Потому что длинный бафл, средняя камера. Классный муштук. Окей. И всяких мастеровых вариантов на рынке полным-полно. Стоит дешевле, ну, там, раза в два, чем винтажный. Ну, на вторичке сейчас тоже есть всякие муштуки такие. Винтажные муштуки. Ну, если у вас оригинальный фейс, без рефейса. Блин, короче, как повезет, ребята. Как повезет. Я не парюсь. Все, я сросся с этим муштуком. Я играю на нем. И все. И закрыл я вопрос с муштуками и со всем остальным. Вот. Ну, и итог кратенький подведем. Да, современные супертон-мастеры. Выглядят они вот так же. Здесь вот у них размер пасти. Здесь USA. Здесь супертон-мастер надпись. Желтенькие, красивенькие. И, кстати, сначала делают фейсинг, потом делают покрытие. Так что, ну, блин, это так себе, честно говоря, по-моему, метода. Хотя мастера меня поправят. Да, и самый большой косяк асимметрия бафла. Которую я видел на разных муштуках. Из разных передов. Которую в руках держал. Вот с этой стороны будет бафл длиннее, чем с этой. С этой стороны здесь будет материала больше. Здесь, смотрите, это вот винтажный муштук. Тут все прям выработка, все хорошо сделано. Все в порядке здесь. Не полировано, да. Может, когда-то и было полировано. Просто муштуку-то в середине 60-х годов. И на нем прилично так поиграли до меня. Там какие-то ракушки уже наросли внутри. Я их не могу никак отодрать оттуда. Но в целом все хорошо. Но стоит ли гоняться за такими муштуками, это сугубо личное дело. Современный СТМ, который у меня был, одновременно с этим, я сравнивал по размеру, по ощущениям просто от игры. Да, примерно одно и то же. Да, конечно, это поинтереснее немножко звучит, чем современный. Ну и современный с кривым бафлом нормально играл, без всяких проблем. По поводу Altissima. Муштук большекамерный. А с Altissima там такая история, что надо иметь какое-то хорошее соответствие вот этого объема муштука и с объемом исполнительского аппарата. Тогда проще Altissima будет играть. Но вот это не моя история. То есть мне на нем Altissima играть труднее. Я, конечно, привык. Играю. Но вот, например, вот на этом штуке со средней камерой и с таким бафлом Altissima берется намного проще, чем вот на этом у меня. Более того, вот на этом штуке у меня Altissima тоже легче берется, чем на этом. Может здесь кривые рельсы. Я подозреваю, что кривоваты, да. Может еще что-то. Но, тем не менее, большекамерные муштуки, если вы хотите много Altissima играть, наверное, короче, будут сложности, которые придется преодолевать. Вот так вот, такие идеи, такие истории. В общем, если вам советуют купить Оттолинк, скорее всего, вам советуют его купить просто потому, что это проверенная классика. И типа, когда не знаешь, что покупать, надо купить Оттолинк. Ну и в хозяйстве Оттолинк всегда пригодится. Это хорошая идея, чтобы он был. Может, иногда вы его будете доставать и играть. Это безопасный совет. Безопасный совет, но сотни долларов за вот это, это дурацкий совет. Если вам советуют купить Оттолинк, покупайте обычный STM современный и вообще не парьтесь. Вам станет понятно, вам вообще большекамерные муштуки подходят или нет. Потому что для каких-нибудь смофф джазов, что-то я сильно сомневаюсь, что будет много любителей играть на таких муштуках. Гоняться за винтажами, гоняться за мастеровыми муштуками, не зная точно, что вам нужен какой-то линк и какая-то такая концепция. Ну, такое себе удовольствие, честно говоря. Так что берите обычный современный STM, пусть даже кривой и не парьтесь. Если есть возможность повыбирать, можете повыбирать. Но я читал форумы американские, там ребята постоянно ругаются, чтобы они приходят в магазин, пробуют 5 современных STM и ни один не играет, по их мнению. Ну, да, они все кривые, потому что можете купить STM, он сейчас стоит новый, там что-то 260 что ли долларов, там 300 долларов. Ну, или на Авито они продаются по 15 тысяч рублей. И рефейснуть, и вы получите нормальный линк. Лучше, чем Флорида, там неудачная Флорида какая-нибудь, USA. Вот такие дела. Всем добра, играйте на саксофоне, на муштуках Оттолинк. Это крутые муштуки, короче. Всего покедова.